Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма «Любовная загвоздка». Приятного просмотра! Элис живёт в небольшом городке и работает официанткой. Попутно она выписывает пируэты на роликовых коньках и развлекает клиентов. У Элис есть парень Скотт. Он работает в полиции и уже успел попросить благословения на брак у её родителей. Скотт хвастается своими новыми очками с блютузом и жалуется, что ему за них пришлось платить из своего кармана. Полисмен пригласил девушку в лучший ресторан в городе. Налопавшись, Скотт уже хотел перейти к предложению, но всю романтику разрушает рабочий, который прямо над ними прибивает вывеску гвоздями. В тот самый момент, когда колечко оказалось на пальце, а Элис уже готова была сказать «да», работяга свалился с лестницы и забил гвоздь в череп официантки. Гвоздь вошёл в мозг на 5 сантиметров, поэтому возможны серьёзные патологии в рефлексах. На Элис уже надевали кислородную маску, чтобы приступить к операции. Но тут выяснилось, что у неё в медицинской страховке не прописан подобный случай. Хирург сразу забил на пациентку и накинулся на бургер. Вытягивание гвоздя из черепа обойдётся девушке в целых 150 тысяч долларов. У неё таких денег нет. Выйти замуж за Скотта она не успела, так что его страховка также не поможет. А гвоздь настолько глубоко засел в голове, что вероятно уже скоро Элис начнёт пускать слюни. Скотт начал сомневаться, а нужна ли ему такая жена. С другой стороны, могут отказать все психические тормоза и среди прочего Элис станет настоящей фурией в постели. Ну а также будут наблюдаться панические припадки, приступы гнева, ярости и злости. Скотт аккуратно снял колечко с пальца Элис и заявил, что сейчас не до свадьбы. Нужно сосредоточиться на лечении. Вместо кольца он подарил девушке ястребиную лапу. На удачу. Родители были готовы оплатить лечение дочери, пока не узнали сумму. В 22 года они предложили выбрать Элис между кредиткой и страховкой. Тогда мне казалось, что кредитка повеселее будет, но теперь я думаю, что лучше было бы иметь страховку. Родные устроили вечеринку для сбора средств на операцию. Подружка Бренда уже обхаживает Скотта. Подошел преподобный, который рассчитывает на то, что несчастье вернет Элис к богу. Скотт собрался выступать перед собравшимися, но из-за проблем с колонками все сразу разошлись. В итоге Элис пожертвовали мелочь и чек на один доллар. Откладывать тоже не получится. Официантку уволили из-за того, что она начала кидаться на клиентов и материть их на португальском языке. Помочь вытащить гвоздь на дому вызвалась ветеринар Рита. Элис выпила, чтобы не болела, а ветеринар, чтобы руки не тряслись. Помолившись, Рита засунула пинцет в голову и принялась ковыряться в мозге. Но пинцет постоянно соскальзывает. Была задета часть, отвечающая за гнев. Из-за этого Элис взбесилась и разнесла всю комнату. Скотта утомило неконтролируемое поведение девушки и он порвал с ней отношения. Но все еще есть 5% вероятности, что он вернется, если ее вылечат. Прошло 3 недели. У Элис депрессия и выглядит она паршиво. Ее прогулки сопровождаются приступами гнева. У Кишона также есть медицинская проблема. Когда он занимался тяжелой атлетикой и взял вес в 250 килограммов в становой тяге, у него выпал анус. По телеку всякие ужасы, что вызывало у Элис беспокойство. Она увидела младшего конгрессмена Говарда Пёрдвала, который предлагал гражданам обращаться к нему, если у них возникнут проблемы. «Этот добрый человек совершенно точно поможет мне», решила девушка. Пришел Скотт, чтобы забрать свою полировочную машинку и проверить, не выздоровела ли Элис. Он не верит в то, что ей смогут помочь в Вашингтоне. Но девушка уже для себя все решила и приехала к зданию конгресса вместе с Кишоном и преподобным. Элис притащила с собой гвоздомет и одна из охранниц подумала, что ее подстрелили из него. Инструмент девушка взяла, чтобы наглядно показать и рассказать, что с ней произошло. Кишон успокоил Ракишу и тут же пригласил ее в ресторан. «Мы только приехали. В обществе черных все происходит вот так вот быстро». Так у Элис остался только один соратник. К Говарду ее не пустил секретарь. Он очень занят, разговаривает с мамой. Но разговор прервала Пэм Хендриксон, член парламента и бывшая астронавтка. И ей очень хочется построить военную базу на Луне. Говарду нужно отыскать человека из народа, который поддержит этот проект и скажет об этом на камеру. Другой помощник Билл уже договорился с девочками-скаутами, чтобы они рассказали про базу и сделали специальное печенье. У преподобного, кстати, также есть физиологическая проблема. Постоянный стояк, такой, что штаны натирают. Ему пришлось срочно поехать в гостиницу, и Элис осталась одна. Как раз по коридору проходил молодой конгрессмен. Элис рассказала, что она хочет добиться внесения в страховку редких патологий. Говард ответил, что ничем помочь не сможет. Он в красках расписывает, какой он на самом деле маленький человек. И в этот момент Элис получила по затылку орлом. Мозг встряхнула, и возбудившись, она накинулась на политика, затащив его в один из кабинетов. Говард остался в полном восторге от того, что только что произошло. Элис же рассказала ему про гвоздь, который сделал из нее потаскушку. Все дело только в нем. Конгрессмен отряхнулся и уже собирался уходить, но тут же осознал, что Элис как раз та, кто ему нужен. Девушка с необычной проблемой точно привлечет внимание общественности. Если она поможет продвинуть лунную базу, то он обещает дать зеленый свет ее проекту. Преподобный удивляется, как это Элис удалось обо всем так быстро договориться. Что же и такое пришлось сделать? Элис держивает себя, чтобы не накинуться и на святого отца. Ракиша нарисовал Акишона как лидера волчьей стаи. Он соврал ей, что приехал в Вашингтон только чтобы помочь друзьям, а у него самого якобы никаких проблем нет. Компания пришла на мероприятие, посвященное лунной базе. Элис должна рассказать, что нуждается в помощи. И именно эта база, ее спасет. Девушка не понимает, при чем здесь ее проблема с гвоздем. Но политик искусно ездит ей по ушам. Девочка-скаут хвастается, что Билл пообещал им выступление Шакиры за рекламу военной базы. Вместе с подружками она, глядя в камеру, попросила построить базу на Луне. Элис также поставили между камерой и макетом базы. Девушка несла всякую чушь, но главное, она озвучила, что военная база на Луне их всех защитит. Компания отмечает удачное выступление в номере отеля. Элис даже пригласили на встречу со спикером палаты. Все танцуют, в том числе и Кишон, прикрывая свою больную пятую точку. Пьяный Говард расплакался и признался, что всегда хотел быть лесным рейнджером, но мама его не слушала. Он говорит Элис, что она та, в ком он нуждался всю свою жизнь. Девушка уверяет его, что похоть выключилась, когда она ударилась о люстру. Поэтому она сейчас затащит его в постель по своей воле. Наступил следующий день. Спикер палаты откушал печенье в виде лунной базы, в которой орешки выглядели как боеголовки. К нему пришли больные избиратели, которые надеются на принятие закона проекта и для них. Однако Говард соврал и только сейчас начал потихоньку проталкивать идею. А вот протолкнуть печенье в желудок не смог спикер и начал давиться им. Больные и скауты поняли, что им не светит ни Шакира, ни закона проект. Девочки объявили войну политикам. Спикер уже почти задохнулся. Преподобный решил ему помочь, но политика смутила сарделька, которая уперлась ему в зад. После на мужчину натянулся кишон, в ход пошел и дефибриллятор. Но Хендриксон отключила устройство, что заметил только ее помощник Эдвин. Вот так мучная лунная база отправила спикера на тот свет. Скотт уже встречается с брендой. При этом, по его словам, процент вероятности того, что он вернется к бывшей, вырос до 70%. На похоронах Эдвин рассказал начальнице, что все видел, а Элис обиделась на обманщика. Говард предложил ей ваучер на одну операцию. Но девушка хочет помочь и друзьям. Увы, ничего сделать не получится, если не произойдет чего-то супер драматичного. И тогда Элис встала, вышла к микрофону и заявила, что последними словами спикера были о том, что Конгресс непременно заплатил бы за удаление гвоздя из ее головы. А еще он сказал забыть о лунной базе. У США и так достаточно защиты. Лучше ввести закон о страховании жизни. Он изменил свое мнение прямо перед смертью. Поэтому они должны исполнить его предсмертное желание. Элис и Говард уединились в кабинете. Политик признал, что она фантастическая лгунья. Они спорят, кто из них лучший лгун и признаются друг другу в любви. Правда, когда Говард узнал о том, что Хендриксон лютует и ищет его, решил сбежать через окно и где-нибудь скрыться. Зато девочки-скауты вызвались помучелес. Если во время похода их рубанут топором или сгорит лицо, закон их защитит. Они испекли специальное печенье, гвоздь в голове и принялись рекламировать законопроект. На данный момент люди склонны поддержать именно его, а не лунную базу. Скауты даже сняли социальную рекламу о том, что им приходится делать операции у себя дома. У нее кровотечение, но у нас хотя бы есть лунная база. Хендриксон решила избавиться от девочек-скаутов, обвинив их в том, что они распространяют лесбиянство. Остановите радужный яд, говорится в ролике. Я не успокоюсь, пока не найду того, кто сделал это возмутительное видео. Также ни в коем случае не поддерживает детский лесбионизм. Разведчики девочек-скаутов ищут Говарда. В последний раз его вычислили по кредитке, но потом потеряли где-то в Вирджинии. Тут в лагере появился Скотт. Он готов снова сойтись и при этом отговаривает девушку от ее затеи. Она догадалась, что Хендриксон подкупила его бесплатными очками с блютузом и шокерами. Усач умоляет Элис вернуться к нему, но девушку больше интересует, где находится Говард, который помог бы продвинуть законопроект. Скотт уверен, что вернет девушку, если найдет этого политика в бегах. Коп подключил своих братанов-полицейских по всей Америке. И вскоре Говард был найден среди участников лесного культа, которые собрались у костра. Он здесь для того, чтобы познать свою сущность и стать мужиком. Говард должен был сразиться с другим культистом, но Скотт его вырубил. Политик не должен пострадать. Вскоре огненный воин был доставлен в лагерь девочек-скаутов. Сжимая в руке лосиные яйца, он объявляет, что покидает свою партию и становится независимым. Завтра он представит законопроект по медстраховкам. Говард поцеловал Элис и тут же получил в морду от Скотта. Он подарил мне мой первый оргазм. Что такое оргазм? Что за ерунда? И второй? Полисмен понял, что его просто использовали. Элис научилась манипуляциям у политиков. На следующий день всеразношерстная компания отправилась в Конгресс. Но сомнительно, что у них что-либо выйдет, так как Хендерсон стала спикером палаты представителей. Говард выдвинул на голосование законопроект о медобслуживании всех американцев. Тут вошел помощник Билл и предоставил показания одной клиентке Говарда, которая также добилась представления ее законопроекта в обмен на интимные услуги. Судя по всему, то же самое наблюдается и сегодня. Женщинам очень легко добиться своего от Говарда. В зал вошла блондинка и заявила, что благодаря Говарду была построена оружейная фабрика в заповеднике. Политик оправдывается тем, что не знал, чем занимается эта частная компания. Так вышло, что это не единственный случай. Еще одна блондинка добилась через постель одобрения рыбалки с помощью динамита. Вот и сегодня он просто хочет кусочек этой официанточки. Слово попросила лично Элис, чтобы мощно выступить. В общем, у простых людей не так хорошо со страховкой, как у сидящих здесь в Вашингтоне. И это не круто. Девушка сделала вид, что и стало плохо. Улеглась на бабулю и заявила, что верит в Америку. Все были настолько впечатлены ее речью, что за проголосовали 38, а против 397. Закон принять не был. Вдруг Элис потеряла сознание. Спикер сделала фото для газет и убежала. Друзья собрались вокруг Элис. И только сейчас Ракиша узнала, что молодой человек не допускал ее к спине, потому что у него красная бабуиновая задница. К сожалению, это непреодолимая проблема. И девушка его тут же бросила. Элис спрашивает, где Говард. А этот подлец уже о чем-то договаривался с Эдвином. Он заявляет, что законопроект был ошибкой и просит разрешения снова вернуться в партию. Им нужно построить лунную базу. Также он предложил переименовать спортзал Конгресса в честь покойного спикера. Когда Элис собирала вещи в отеле, по ТВ сообщили, что в принятый законопроект по обновлению спортзала каким-то образом попало и предложение Говарда по поводу страховки. Бумаги должен был проверять Эдвин, но в этот раз он почему-то накосячил. Правда, в страховку были внесены поправки только касательно гвоздя в голове, выпавшего ануса, длительной эрекции, сгоревшего лица и топора в ноге. Лунная база также была одобрена. Говард совершенно не расстроился из-за того, что ему грозит увольнение. Получается, политик не предавал Элис, значит она выбирает именно его. Хорошо, что Скотт оставил 48% шанса того, что он вернется к бренде. Говард давал интервью прямо у мотеля Элис, и выбежав на улицу, она поцеловала его. Анус был вылечен, поэтому вскоре состоялась свадьба Ракиши и Кишона. Субтитры сделал DimaTorzok